Психология убеждения. 50 доказанных способов быть убедительным. Авторы Наа Гольдштейн, Стив Мартин, Роберт Челдини. Озвучено каналом Financial God. Убеждения – наука, а не искусство. В основе этой науки лежат шесть универсальных принципов социального влияния. Взаимный обмен. Мы чувствуем себя обязанными оказать услугу за услугу, авторитет. Мы ищем экспертов, чтобы сказали, как делать обязательства, последовательность. Мы хотим действовать в соответствии с нашими обязательствами и системой ценностей. Дефицит. Чем менее доступен ресурс, тем больше мы его желаем благорасположения, чем больше нам нравится человек, тем больше мы хотим сказать ему «да». И социальное доказательство – в своем поведении мы руководствуемся тем, что делают другие. Как повысить убедительность сообщений, создав аудитории трудности? Колин Эзот создала программу, которая побила почти 20-летний рекорд продаж канала домашних покупок. Хотя ее программы содержат множество элементов, использующихся в большинстве рекламных роликов, броские фразы. Восторженную аудиторию и подтверждение качества известными людьми Эзот, изменив всего три слова в стандартном тексте рекламы, достигло значительного увеличения продаж. Вместо надоевшего всем призыва. Операторы ждут. Звоните прямо сейчас, телезрители слышали. Если операторы заняты, пожалуйста, перезвоните. На первый взгляд изменение кажется абсурдным. Сообщение заставляет предположить, что потенциальным клиентам придется терять время, набирая и перенабирая номер, пока они, наконец, не свяжутся с торговым представителем. Но здесь действует сила принципа социального доказательства. Когда вы слышите, операторы ждут, вам представляются десятки скучающих сотрудников, полирующих ногти или вырезающих купоны около молчащих телефонов. Образ, указывающий на низкий спрос и продажи. Как меняется ваше представление о популярности продукта, когда вы слышите? Если операторы заняты, пожалуйста, перезвоните. Вместо скучающих неактивных операторов, вы, вероятно, вообразите людей, которые безостановочно отвечают на звонки. И вам, скорее всего, тоже захочется позвонить. Как преобразовать стадное чувство победителей в нечто другое? Люди склонны следовать примеру других. Но возникает следующий вопрос, на чье поведение они будут ориентироваться. Обычно мы следуем поведенческим нормам, принятым в определенной среде, ситуации или обстоятельствах, которые более всего соответствуют привычным для нас. При попытке склонить мнение окружающих на свою сторону важную роль играют отзывы. Исследования показывают, чем больше оставивший отзыв человек похож на новую целевую аудиторию, тем более убедительным будет сообщение. Это значит, что при определении того, какие именно отзывы вы должны предоставить потенциальным клиентам, вам следует исключить из процесса свое эго. Вы должны начать не с тех отзывов, которыми больше всего гордитесь, а с тех, которые были оставлены людьми, чьи обстоятельства ближе всего вашей аудитории. Например, если вы продаете программное обеспечение владелицы салонов красоты, на нее больше повлияет информация о том, как довольны этим программным обеспечением другие владельцы салонов, чем как довольны им руководство British Airways. Какая распространенная ошибка заставляет сообщение самоуничтожаться? В Аризоне посетители государственного национального парка Petrified Forest «Окаменелый лес» узнают из объявлений «Существование парка находится под угрозой». Слишком много посетителей поднимают с земли и увозят кусочки окаменелого дерева. Каждый день ваше наследие варварски уничтожается из-за краж мелких кусочков окаменелого дерева, которые в целом составляют 14 тонн в год. Хотя это соответствует реальности, а объявления написаны с самыми хорошими намерениями, сотрудники, организовавшие эту кампанию, не понимают. Используя отрицательные социальные доказательства как часть сложившегося обычая, они непреднамеренно привлекают внимание аудитории к типичности, а не к нежелательности подобного поведения. Чтобы проверить роль негативного социального доказательства, мы придумали два варианта объявления. Ранее использовавшийся призыв с отрицательным социальным доказательством. Многие посетители парка уносили кусочки окаменелого дерева, что меняет естественное состояние леса. Слова сопровождались картинкой, на которой несколько посетителей парка собирают трофеи. Второе объявление не содержало социально доказанной информации. Скорее, в нем просто утверждалось, что кража дерева неуместно и не появляется. Пожалуйста, не уносите окаменелое дерево из парка, этим вы поможете сохранить естественное состояние окаменелого леса. Картинка – один посетитель, держащий в руке кусок дерева. Поверх руки нарисовали красный круг, перечеркнутый чертой, то есть универсальный знак «нет». В качестве контрольного состояния мы взяли отсутствие объявлений. Мы разложили вдоль тропинок помеченные кусочки дерева и при входе на каждую тропинку установили или не устанавливали разные объявления. Результат заставил окаменеть управление национального парка. Выяснилось, что по сравнению с контрольной ситуацией нет объявлений, при которой кражи наблюдались в 2,92% случаев. Сообщение с негативным социальным подтверждением привело к увеличению количества краж 7,92%. В сущности, оно увеличило кражи в 3 раза. И наоборот, объявление, в котором посетителей просто просили не разворовывать лес, приводило к небольшому уменьшению количества краж 1,67% по сравнению с контрольной ситуацией. Результаты согласуются с нашей идеей, когда социальные доказательства указывают, что нежелательное поведение происходит с огорчительно высокой частотой. Обнародование этой информации может привести к непреднамеренному ущербу. Где это можно использовать? Давайте представим, что вы являетесь руководителем и узнаете. Число сотрудников, участвующих в ежемесячных совещаниях, начало снижаться. Вместо того, чтобы привлекать внимание к тому, что так много людей отсутствует, вы одновременно с выражением неодобрения можете подчеркнуть. Те, кто не приходят на совещание, находятся в меньшинстве. И указать на большое количество людей, которые приходят. Тоже можно порекомендовать и руководителям бизнеса. Опубликовать количество отделов, сотрудников и или коллег, которые уже внедрили в повседневную практику новые методы работы, новую систему программного обеспечения или новые формы обслуживания клиентов. Поступая таким образом, вы подтверждаете силы социального доказательства на вашей стороне. А жалуясь на тех, кто пока не присоединился, вы получаете обратный результат. Когда убеждение дает обратный эффект или как избежать магического притяжения среднего, люди имеют естественную склонность поступать как большинство, даже когда это поведение социально нежелательно. В этих случаях мы рекомендуем попытаться заново оценить смысл сообщения и сфокусироваться на людях с более желательным поведением. Но что делать, если это невозможно? Мы провели следующее исследование. Сначала около 300 владельцев домов в Калифорнии разрешили нам записывать их еженедельный расход энергии. Затем наши сотрудники прошли по домам участников исследования и зафиксировали показания счетчиков, чтобы получить исходный расход электроэнергии в неделю. После этого мы установили обратную связь. На входную дверь каждого дома повесили маленькую карточку, сообщавшую домовладельцам о потреблении энергии по сравнению со средними показателями. Естественно, половина домовладельцев потребляла количество больше среднего, а другая половина меньше. В течение следующих нескольких недель мы обнаружили, домовладельцы, потреблявшие больше электроэнергии, чем их соседи, уменьшили расход на 5,7%. И это неудивительно. Интереснее то, что домовладельцы, потреблявшие меньше энергии, увеличили потребление на 8,6%. Становится ясно, что действие большинства некое притягательное среднее. Люди, отклоняющиеся от среднего показателя, имеют тенденцию к нему притягиваться. Они меняют поведение, чтобы соответствовать норме, независимо от того, социально желательным или нежелательным было их предшествующее поведение. Как же предотвратить негативный эффект, возникающий, когда социально-сознательные люди узнают, что отклоняются от менее желательной нормы? Мы решили использовать небольшую эмблему – символ одобрения обществом позитивного поведения, который не только указывает на социальную желательность, но также создает подкрепление, повышая самооценку. В зависимости от потребления энергии в сравнении со средним, информация на карточке обратной связи сопровождалась либо смайликом, либо нахмуренным лицом. Результаты показали – нахмуренное лицо не оказывало большого влияния. Но мы были потрясены результатами применения смайлика к тем, кто изначально использовал относительно малое количество электроэнергии. Если без символа наблюдалось вышеописанное 8,6% на ее увеличение, то со смайликом они продолжили расходовать столько, сколько до установления обратной связи. С помощью сигнала одобрения можно направлять человека к желаемому поведению. Почему, когда людям предлагают больше, они начинают хотеть меньше? В первоклассном супермаркете был установлен демонстрационный прилавок, где покупатели могли пробовать разные виды джема, изготовленные одним производителем. В ходе исследования ученые меняли количество предложенных вариантов, так что на прилавке попеременно находилось то шесть, то двадцать четыре вида джема. Результаты показали явные и поразительные различия. При более широком выборе покупку сделали только 3% из подошедших к прилавку, а когда выбор ограничен – 30%. Чем можно объяснить десятикратное увеличение продаж? При наличии большого количества вариантов решение может сопровождаться фрустрацией, возможно, из-за трудности выбора. Это может привести к снижению интереса к продукту в целом. Означает ли это, что много вариантов? Всегда плохо. Наличие максимального количества вариантов продукта может быть очень полезным, когда покупатели точно знают, чего хотят, и просто ищут магазин или бизнес, которые могут им это предложить. Но бывает и так, что потенциальные клиенты не знают точно, чего хотят, пока не выяснят, что есть на рынке. Для большей части бизнеса это означает, насыщая рынок неоправданно большим количеством разновидностей продукции, можно непреднамеренно нанести ущерб продажам и в результате уменьшить свои доходы. Как может новый высококачественный продукт повысить продажи старого? Несколько лет назад американский магазин розничной продажи «Вильямс Сноума» начал предлагать хлебопечки, намного превосходящие наилучшие из тех, что уже были на складе. И вот добавление нового продукта в ассортимент почти в два раза увеличило продажи хлебопечек, ранее считавшихся лучшими. Почему? Когда потребителям предоставляется ряд вариантов на выбор, они, как правило, склоняются в пользу компромиссного решения, промежуточного между необходимым минимумом и максимумом, суммой, которую они могут потратить. Когда покупатели выбирают между двумя продуктами, они часто идут на компромисс и предпочитают варианты подешевле. Однако, если предлагается третий продукт, превышающий по цене два предыдущих, компромиссный выбор сместится с максимально экономичного на умеренно экономичный. В случае хлебопечек «Вильямс Сноума» появление более дорогой модели сделало сравнительный выбор предшествующей модели хлебопечки более экономичным решением. Самые высококачественные и самые дорогие продукты вашей компании обеспечивают два очень важных потенциальных преимущества. Первое. Они могут удовлетворить потребности небольшой группы существующих или потенциальных клиентов, которых привлекают именно эти предложения. Второе, менее очевидное и малоизвестное. Наличие высококлассного варианта продукта делает стоимость следующей по цене модели более привлекательной. Как шахматы учат нас делать верные шаги? В апреле 2005 года, несмотря на наличие сильного осуждения со стороны правительства Соединенных Штатов, парламент одного суверенного государства, подавляющим большинством голосов, проголосовал за предоставление гражданство Бобби Фишеру, бывшему чемпиону мира по шахматам, скрывавшемуся от правоохранительных органов США. Этим государством была Исландия, как правило, верный союзник Соединенных Штатов. Почему из всех стран мира именно Исландия была готова принять Бобби Фишера с распростертыми объятиями? Ответ на этот вопрос возвращает нас на 30 лет назад, на чемпионат мира по шахматам 1972 года между претендентом Фишером и защищавшим чемпионское звание русским шахматистом Борисом Спаским. Ни один матч в истории шахмат не получил большего резонанса во всем мире, не дал более сильного импульса развитию шахмат. Матч, сыгранный на пике Холодной войны, окрестили состязанием века. Эксцентричный, как всегда, Фишер не соизволил прибыть в Исландию на церемонию открытия. В течение нескольких дней будущий матч находился под вопросом, поскольку власти не могли удовлетворить мириады требований Фишера, таких как запрет телевизионных камер и требование получить 30% доходов от продажи билетов зрителям. Поведение Фишера было противоречиво, как, впрочем, и на протяжении всей его карьеры, во всей его личной жизни. Наконец, после неожиданного удвоения призового фонда и долгих убеждений, включая известный телефонный звонок государственного секретаря США Генри Киссинджера, Бобби Фишер все же полетел в Исландию, где ему удалось победить Спаскова. К тому времени, когда вопрос об участии в соревнованиях был разрешен, он занимал страницы всех газет, как исландских, так и зарубежных. Исландия была готова терпеть противоречивую личность Фишера, потому что, по словам одного исландского репортера, он отметил нашу страну на карте мира. Это было воспринято как ценный дар, сделанный Фишером нации, известной своей изолированностью. Значение этого события оказалось так велико, что исландцы за 30 лет не забыли о нем. Это событие подчеркивает важность и универсальность принципа взаимности, обязывающего нас расплачиваться за то, что мы получили от других. Этот же принцип побуждает нас поступать справедливо в наших повседневных социальных взаимодействиях. Это хорошая новость для человека, которого просит оказать любезность или серьезное одолжение без надежды на немедленное вознаграждение. Когда приходится убеждать или просить других о помощи, не совершайте ошибку, задаваясь вопросом, «Кто здесь может мне помочь?» Более продуктивно спросить себя, кому здесь я могу помочь? Принцип социальной взаимности и социальные обязательства, которые человек возлагает на других, сделают будущие просьбы более эффективными. На что больше похоже одолжение – на хлеб или на вино? Делая подарок или оказывая услугу, мы создаем ответные социальные обязательства. Независимо от того, в чем заключается подарок, полезная информация, одолжение коллеги, помещение персонифицированной записки на опросник или… Как в случае с Бобби Фишером, появление на карте целой страны, существует социальное обязательство поступать так, как поступили с нами. Но что происходит с влиянием подарков и оказанных услуг по прошествии времени? Похожи ли услуги на хлеб, черствеющий в сознании рецепиента и теряющий со временем ценность? Или они больше похожи на вино, ценность которого со временем возрастает? По мнению исследователя Фрэнсиса Флинна, ответ на этот вопрос зависит от того, оказываете вы услугу или получаете ее. Результаты его исследования показали. Услуги воспринимаются, как очень ценные, сразу после того, как их получили, но со временем ощущение ценности снижается. У тех, кто сам приходил на помощь, наблюдался обратный процесс. Сразу после оказания услуги ей придавали меньшую ценность, но со временем она возрастала. Один из способов напомнить получателю о ценности подарка или услуги – это сказать ему, что вы были счастливы помочь, уверен, что если я окажусь в подобной ситуации, то вы сделаете для меня то же самое. Вторая стратегия – в повторном утверждении ценности предшествующего подарка перед новой просьбой. Например, вежливый намек – насколько полезным оказался тот отчет, который я вам послал. Может сослужить хорошую службу. Хотя универсального, стопроцентного метода влияния на других не существует, понимание тех факторов, которые задействованы в этом процессе уже являются залогом успеха. А если ничего не помогает, вспомните одно простое правило обмена любезностями – муха липнет на мед, а не на уксус. Вы определенно получите большее одолжение с помощью бутылки марочного вина, чем с помощью позавчерашней буханки хлеба. Как стать мастером джедаем социального влияния? В фильме «Возвращение джедая» последнем в сериале «Звездные войны» есть сцена, в которой Люк Скайокер поворачивается к Дарту Вейдеру и говорит «Я знаю, в тебе все еще есть добро». В тебе есть добро, я это чувствую. Возможно ли, чтобы именно эти простые слова убедили Вейдера перейти на светлую сторону? Если мы заглянем в исследование по социальной психологии, то ответ будет «да». Стратегия, продемонстрированная этими словами, называется техникой навешивания ярлыков. Мы придаем черты или убеждения, выстраиваем отношения или даем другое качество некоторому лицу, а затем просим этого человека, обращаясь к нему в соответствии с этим качеством. Как себя показать и позером не выглядеть? Когда вы пытаетесь передать свой опыт окружающим и завоевать их расположение, вас могут счесть хвостливым и тщеславным. Что же делать истинному эксперту, не желающему безостенчиво себя рекламировать? В качестве одного из вариантов можно попросить кого-то другого говорить от вашего имени. Хорошо подготовленная третья сторона, выступающая от вашего имени, может быть очень продуктивной и целесообразной стратегией для передачи своего опыта. Но бывает так, что просить кого-либо о похвале нецелесообразно. Есть ли другой способ ненавязчиво продемонстрировать свою компетентность, не создавая ощущения хвостоства? Есть. Показывайте тем, кого вы хотите убедить, свои дипломы, сертификаты и награды. Вы честно заработали их, так пусть теперь они поработают на вас и помогут вам заслужить доверие аудитории. Почему опасно быть самым умным человеком в комнате? Лидеры организаций, имеющих дело с конкретным вопросом или проблемой, при движении к цели должны заручиться поддержкой членов своих команд. Даже если они являются самыми информированными, самыми опытными или умелыми людьми в группе. Не сделать этого, значит пойти на ненужный риск. Результаты соответствующих исследований показали подходы и результаты у групп, в которых над решением проблемы работают совместно, лучше не только, чем у среднего сотрудника-одиночки, но даже чем у лучшего специалиста в группе, если он тоже один. Лучшее решение лидера, работающего индивидуально, окажется хуже, чем решение менее квалифицированного человека, но работающего с коллективом. Во-первых, принимающий решение одиночка не может сравниться по разнообразию знаний и точек зрения с коллективом из нескольких человек. Во-вторых, те, кто ищет решение в одиночку, теряет и другое существенное преимущество – силу параллельной обработки. В то время как в коллективе под задачи проблемы распределяются на многих людей, одиночке приходится выполнять все самому. Как превратить слабость в силу? Почти полвека назад перед рекламной фирмой Doyle, Dane и Bjornbach была поставлена почти невыполнимая задача – представить на американском рынке крошечный немецкий автомобиль. И вот за короткое время Volkswagen Juke превратился из автомобиля, над которым втайне посмеивались, в популярный символ статуса. Что же сделала рекламная фирма? При продвижении бренда она не подчеркивала его сильные стороны, например, относительную дешевизну или умеренный расход топлива. Вместо этого она рекламировала его слабые стороны. Упоминание о небольшом недостатке продукта создает ощущение, что рекламная компания является честной и заслуживающей доверия. Эту стратегию можно применять и за столом переговоров. Например, если существует небольшая область, в которой ваше кредитное плечо слабо, ваш партнер по переговорам сочтет вас более надежным, если вы упомянете об этом вначале, а не оставите на будущее. Однако недостатки должны быть относительно мелкими. Какие два слова повышают вашу способность убеждать? Давайте вспомним об очередях. Куда бы вы ни пришли в банк, супермаркет или парк развлечений, очередь – это не то состояние, на которое вам хотелось бы тратить время. Учитывая общее желание, как можно скорее миновать очередь, при каких обстоятельствах вы согласились бы пропустить перед собой другого человека. Возможно ли, чтобы одно или два слова в просьбе резко повысили ваше желание ответить «Да, проходите». «Да». И эти два слова «потому что». Учеными-бехевиористами был проведен следующий эксперимент. В одном из вариантов к очереди на ксерокс подходил человек и просто просил «Простите, можно мне пройти без очереди? У меня всего пять страниц». В ответ на эту прямую просьбу 60% людей согласились его пропустить. Однако, когда незнакомец добавил к этой просьбе причину «можно мне пройти без очереди? Потому что я очень спешу». Его согласились пропустить почти все – 94%. Увеличение не должно казаться удивительным. Предоставление твердых оснований для просьбы оправдывает желание пройти вперед. И вот здесь исследование становится по-настоящему интересным. Ученые изучили еще один вариант просьбы. На этот раз незнакомец тоже использовал слова «потому что», но за ними следовала совершенно бессмысленная причина. Конкретно просьба незнакомца звучала так. «Могу ли я пройти без очереди? Потому что мне нужно сделать копии». «Потому что вам нужно сделать копии». «Естественно, вы пришли на ксерокс сделать копии, вы же не собираетесь точить им карандаши». Однако, несмотря на тофтологическую пустоту, представленной незнакомцем причины, она привела почти к такому же уровню уступок – 93%, как и в случае вполне разумной причины. Это исследование демонстрирует уникальное мотивационное влияние слов «потому что». Они получают силу убеждения от постоянной ассоциации. В течение нашей жизни за словами «потому что» обычно следует позитивное обоснование. Как простота названия повышает ценность продукта? По данным социологов Адама Альтера и Даниэля Оппенгеймера, обычно люди испытывают большую привязанность к словам и именам, которые легко произносятся, то есть тем, которые имеют высокую степень беглости произношения, чем к тем, которые трудно произнести. Они утверждают, что отношение людей к названию компаний и базовым символам, легко читаемым и произносимым, более благосклонно, чем к сложным. Одно из следствий этой психологической особенности – чем проще название или символ компании, тем более это ценно и тем выше должны быть цены на ее акции. Альтер и Оппенгеймер случайным образом выбрали 89 компаний, акции которых продавались на Нью-Йоркской фондовой бирже и впервые были размещены в период между 1990 и 2004 годами. Затем наши исследователи рассмотрели связь между беглостью произношения названия компании и производительностью в течение одного дня, недели, шести месяцев и одного года после первоначального публичного предложения акций. Исследователи обнаружили, что если бы человек вложил тысячи долларов в десяток компаний с самыми бегло читаемыми названиями, то его доходы в течение всех вышеперечисленных периодов превосходили бы доходы коллеги, вложившего деньги в десяток компаний с самыми неудобо читаемыми названиями, и что разница при годовом вложении составила бы 333 доллара. Более того, в отдельном исследовании авторы разделили более 750 компаний, котирующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже или Американской фондовой бирже. По легкости произнесения их биржевого тикера, например, кар легкопроизносимый или РДУ труднопроизносимый, и получили аналогичные результаты. Часто коммуникаторы пытаются продемонстрировать свою эрудицию с помощью высокопарного, напыщенного, неудобоваримого многословия, другими словами. Они пытаются выглядеть умными, используя излишне длинные слова или технический жаргон. Недавние исследования показали, что использование слишком сложного языка производит эффект, прямо противоположный желаемому. Из-за трудности понимания языка сообщение кажется менее убедительным, а автор воспринимается как менее умный. Как эмоции меняют эффективность убеждения? Ученые Кристофер Зея и Юваль Ротин Штрайх утверждали. Такие события, как вспышка атипичной пневмонии, вызывают нарушение способности людей высказывать суждения и принимать решения не потому, что возникают негативные ощущения, а из-за сильных эмоций. Конкретно они утверждают, что эмоции делают людей менее чувствительными к различиям между величинами. Люди скорее будут уделять внимание просто наличию или отсутствию события. В условиях бизнеса это означает, что люди с большей вероятностью обратят внимание на наличие или отсутствие эмоционально нагруженного предложения, чем на конкретные цифры. Как сделать, чтобы эти факты на нас не влияли? Результаты экспериментов показывают, такое простое действие, как концентрация на числах перед проведением переговоров, должно восстановить вашу способность числа различать. Уберите эмоции, затуманивающие ваше внимание. Что заставляет людей верить всему, что они читают? Неудивительно, что мы лучше работаем после того, как хорошо выспались ночью. Все мы знаем, что после полноценного отдыха мы сосредоточены, сообразительны и более красноречивы. Когда мы устали, то можем стать более восприимчивы к чужим дезориентирующим тактикам влияния. Лишь сделав умственное усилие, на долю секунды позже слушающий осознает ложность утверждения и затем отвергает его. Но не только лишение сна или усталость снижают нашу сопротивляемость убеждению. Исследования показали, что такой же эффект на восприимчивость людей к влиянию оказывает отвлечение, даже если это отвлечение было очень коротким. Если вы решаете серьезную задачу, скажем, выбираете нового поставщика, то должны осознавать, вы с большей вероятностью поверите тому, что написано на сайте, или формальному предложению цены, если отвлеклись, например, на разговор по телефону. Вы сможете точнее оценить заявления окружающих и в целом окажетесь более устойчивы к тактикам обманного убеждения, если сведете отвлечение к минимуму. Этика влияния. В этой книге описывались стратегии социального влияния, которые мы назвали инструментами убеждения. Именно так они и должны использоваться, как конструктивные инструменты, помогающие строить честные отношения с другими людьми. Подчеркивайте по-настоящему сильные стороны своих сообщений, инициатив или продуктов, и в конечном счете получите результаты, которые наилучшим образом послужат интересам всех сторон. Но иногда эти инструменты используются неэтичным образом. В этом случае за краткосрочной прибылью почти неизменно следуют долгосрочные потери. Несмотря на то, что недобросовестное использование стратегий убеждения иногда помогает добиться сиюминутного успеха, возможно. Вам удастся кого-то убедить с помощью однобоко подобранных аргументов или обманом уговорить купить дефектный продукт. Когда обман раскроется, то нанесет непоправимый вред вашей репутации. Спасибо всем, кто дослушал до конца. Книга озвучена каналом Financial God. Если понравилось, не забудь оценить и подписаться на канал. Полную версию этой книги можно приобрести по ссылке в описании. Субтитры сделал DimaTorzok